желание странствовать это не профессия а склонность души она или есть или нету у кого есть тот уж изменить не может у кого нет тому незачем олег куваев дом для бродяга вот открываются виды с восточной стороны все побережье как на ладони позади 8 километров и 4 часа пути далеко внизу осталось суета 2 января вершина зайдем кож третье по высоте для любителей кто любит точную математику говорят там где-то 2 метра и счет там выше есть по официальным статистике я беру не буду вникать может где-то там что-то выше но роман кош демир капу затем идет зайдин кож всего на 8 метров это вершина ниже самой высокой точки крымских гор вот так вот первые дни нового года всех поздравляю с новым годом с наступающим рождеством самые добрые самые теплые самые теплые самые добрые пожелания с поднебесной можно снять где-нибудь на скалах сказать что я на романкоше но на каждой вершине есть свой знак поэтому можно судить где человек находится когда показывает красота вокруг сейчас покажу еще раз с новым годом с рождеством путешествуем вместе оставайтесь на канале я думаю еще будет много интересного поскольку это только первые дни то есть второй день нового года и мы уже на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря холодно продувает насквозь а там было плюс 13 хорошо а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Путь с первого шага... Идущие на вершину начинают с подножия горы... У меня сегодня пока это подножие горы дошло... Забарился действительно... Жарко, очень жарко, чтобы он раздевался полностью... А здесь... Январь... С Рождеством наступающим... Наступающим и с Новым Годом всех! Самое доброе подождение! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А Юдах всегда прекрасен... С какой бы стороны... Хоть вы снизу смотрели... Хоть сверху... Издалека все равно... Смотрю на часы... 3 часа дня... То есть день пролетел... Пробежал... Надо ускорять темп... Но с другой стороны... Я ведь не каждый день покоряю вершины... И бываю на высоте полутора тысяч метров... Поэтому хоть... Хоть как-то... Хоть немножко налюбоваться... Пока... Вот такая вот погода яркая... Дальше обещают... Погода будет портиться... Красота такая... Что налюбоваться сложно... Смотришь... Смотришь... И не насмотришься... Как хорошо... Без холодного... Пронизывающего ветра... Здесь вот такая тишина... И январь... Не январь... Продолжение следует... 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 Ребята спускаются, которые поднимались с той стороны. Есть такие стихи, их написал древний поэт Ли Бо. Он сказал так. Гляжу я на горы, а горы глядят на меня. И долго глядим мы друг на друга, не надоедая. Вот как-то так. Каждую минуту грани времени стирается. А вновь открывшийся час представляет нам возможность вступить в новый мир, полный неожиданностей и приключений. Вот сегодня я абсолютно не планировал это восхождение. Скажем так, первый день нового года у меня прошел на одной из самых высоких вершин. Третья по высоте вершина Хримских гор Бабуган-Яйла, горный хребет Бабуган. Красота, конечно, рассказать сложно, показать тоже сложно. Это нужно увидеть. Поэтому оставайтесь на канале. Новый год у нас начался с вот такой вот красоты поднебесной. Я думаю, будет много интересного всего. Планирую, уже планирую мир подземелья. То есть это будут пещеры где-то района Долгоруковской елы. Где-то так я это уже вижу. В ближайшее время мы сходим под землю. Кто не подписался, подписывайтесь. Всех с новым годом. Ну я здесь находился абсолютно недолго. А под ногами земля уже чувствуется примерзло. Абсолютно не планировал это восхождение. Вышел очень поздно. Тем не менее, в зимний световой день вполне нужно успеть подняться на одну из самых высоких вершин. Ну и вернуться у меня с светового дня еще в запасе более чем предостаточно. Конечно, красотища. Это нужно видеть буквально. Только солнце спряталось за скалы. И температура начинает падать. Тихо. 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 Продолжение следует... Так, ну все, здесь уже полная тень. Ладно, побережье еще во всю световой день. Температура падает на глазах. Поднимался нормально было. Сейчас уже вот изморозь. Здесь вот явно олень буксовал. Большие такие следы от копыт. Так вот с корнями деревья валит. Такие ветра. Так. 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 Остановка за прудное. Время в пути Подъем к вершине И спуск вниз Занял 8 часов 15 С половиной километров Легкая усталость Ну и Настроение Отличное